Она подчеркнула стратегический характер нашего партнерства. Я передал господину президенту самые теплые приветы и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Мы обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. И договоримся, я уверен, о том, когда такая встреча в очередной раз состоится. У нас доверительный диалог не только на уровне президентов, но и на уровне правительств, на уровне отдельных министерств, ведомств, конечно же, между министерствами иностранных дел. И подтверждением поступательного движения наших отношений, нашего стратегического партнерства стало состоявшееся буквально на прошлой неделе очередное заседание Межправительственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе которого, как только что сказал господин президент, были намечены конкретные крупные шаги по продвижению нашего торгово-экономического инвестиционного взаимодействия на благо наших народов, на благо сотрудничества России и Сербии. Мы договорились, и президенты в июне этого года открыли проект по совместному производству вакцины «Спутник Ви» в Сербии. Я уверен, что это будет существенным вкладом в обеспечение интересов населения нашей дружественной страны. Мы говорили, конечно же, и о региональных делах, косовская проблема. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 12.44, за то, чтобы это решение было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной, и чтобы это решение, окончательное решение, было вынесено на одобрение Совета безопасности ООН. Президент Путин не раз подчеркивал, и это остается нашей твердой позицией, мы примем любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. Конечно же, мы были обеспокоены той провокацией, которая устроена была на севере Косово в конце сентября. Мы оценили выдержку и твердость руководства Сербии, лично президента Вучича, что позволило урегулировать этот кризис и прекратить провокационные действия косоваров. Хотим также подчеркнуть, что неизменно в наших контактах с Европейским Союзом мы напоминаем об ответственности Брюсселя за те посреднические функции, которые были Брюсселем самим инициированы и которыми Евросоюз был наделен решением Генеральной Ассамблеи ООН. Пора выполнять договоренности, которые были достигнуты много лет назад, в частности договоренность о создании сообщества сербских муниципалитетов Косово, о чем было условлено официально, конкретно, еще в 2013 году. Не делая честь Евросоюзу, а попустительство попыткам косоваров заматывать это важнейшее решение, важнейшее для сербского населения Косово. И, безусловно, мы также исходим из того, что и наши американские партнеры будут использовать свое влияние, а оно у них очень и очень существенное на Пришлину, для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договоренности, которые будут вписываться в резолюцию 1244 и устраивать наших сербских друзей. Мы также обменялись мнениями с господином президентом о ситуации на Балканах в целом. Мы исходим из того, что Сербия остается важнейшим фактором мира и стабильности в этом регионе, и ее мнение должно учитываться в любых переговорных форматах и в любых дискуссиях. Я искренне признателен президенту Вучичу за его гостеприимство, и еще раз хочу подчеркнуть стратегический характер наших отношений. Спасибо.